Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это обзор биткоина. Ну что, как мы видим, с вами начало отрабатывать вот это локальное сопротивление в виде продавца, о котором мы говорили в прошлом видео вот здесь. Собственно, этот сервис, кто интересуется, это нет на TradingView. Эти индикаторы называются OrderBook Overlay и OrderBook Top Levels. Они формируются со стаканов всех бирж, и справа вот здесь мы видим стакан всех спотовых бирж. Ну, можно и фьючерсные, но я настроил спотовые. То есть сумма всех стаканов. И этот сервис называется TRDR. Просто меня спрашивали, как найти. Крутите вниз этого видео в раздел «Аналитика и графики» и «Индикаторы». И здесь видите TRDR, вот эту ссылку, по ней регистрируйтесь. Он платный, стоит где-то 300 баксов в год, по-моему. Ну, то есть можно оплатить криптой. Я оплачивал биткоин кэшем последний раз. Но есть и бесплатная версия, просто она работает с задержкой. Ну и короче, этот сервис нам показывает то, что да, локально есть сопротивление, есть продавец. Хотя это вроде бы немыслимо, да? Биткоин по 16500, ребята, биткоин, который люди жадно по 30 откупали, по 16500, и сейчас кто-то продает. И, конечно же, нужно забирать прибыль. Вот в моем случае тоже. Я смотрю, прибыль достаточно хорошая. Нужно забирать. Я забираю частично. Я разгрузил уже примерно 30% позиций на байбет. Вот, позиции все в плюсе, это радует. И нужно, конечно же, забирать частично прибыль. Но дальше все упирается в горизонт вашего планирования. То есть, если вы долгосрочник, и положим, что это была идеальная точка входа, мы не знаем. Возможно, что это было дно. И, конечно, в наших интересах держать позицию как можно дольше и пересиживать просадки. Но надо не забывать, что цена может пойти как вверх, так вниз, так и вбок. И нужно понимать, что в случае, когда цена идет вверх, соответственно, в прибыли, если мы в лонге, в случае, когда вниз, мы в убытке. Но если цена идет вбок, то мы, соответственно, пересиживаем в позиции. И ничего хорошего в этом нет. Хотя можно собирать фандинг. Еще тоже важная вещь. Можно собирать фандинг. И, собственно, надо смотреть, на чьей стороне фандинг. И, допустим, хеджево шортить. Вот о хеджево шортить я как раз хотел с вами поговорить. Потому что, смотрите, Dash отрос очень неплохо за последние два дня. На 20 или на 30%. Ну вот, с абсолют low до high на 31%. И я не говорю, что прямо сейчас это надо делать, но в какой-то момент, даже если он продолжит расти... Посмотрите, Dash закрыл уже полностью все вот это падение, которое биткоин еще где-то вот здесь, грубо говоря. Dash уже закрыл почти все. Но если он продолжит расти, то в наших интересах сидеть в позиции и сохранять точку входа. Поэтому возникает вопрос. Вот по Dash есть прибыль. Нужно ее забирать. Частично уже забрано. Но можно открыть хеджевый шорт. Вместо того, чтобы закрывать часть позиции. Открыть хеджевый шорт. В крайнем случае, если он не отыграет, если цена пойдет вверх, выйти по стопу и потерять чуть-чуть денег. Но... Или зайти потом позже, да, в него. Но если цена пойдет вниз, то в этот момент не терять нереализованную прибыль, а дозарабатывать, соответственно, и закрываться в какой-то, опять же, момент. Нужно понимать, где цена потенциально может развернуться. Вот. Это все, конечно, интересно. К этому вернемся, я думаю, в ближайший день-два. Я пока не открываю хеджевый шорт, но буду держать вас в курсе. Напишите в комментарии, кстати, как делаете вы. Торгуете ли вы вообще этим или просто ходите? И ставьте лайк обязательно этому видео, чтобы продвигать его в алгоритмы YouTube. Но я что думаю лично, это я так прогрузил немного про трейдинг, а в целом про цену биткоина я думаю, что мы сейчас вынесем нахрен это сопротивление в какой-то момент и улетим гораздо-гораздо выше, как и по остальным монетам. Поэтому я пока держу основную часть позиций. Я просто выводил из-под маржи, поэтому пришлось фиксировать. Я, возможно, даже не фиксировал бы прибыль, просто мне пришлось вывести с этого торгового счета. Я, собственно, с него и живу сейчас. То есть наторговал, вывел. И самое главное еще, ребята, это пополнять леджер. Пополнять холодильник и держать на нем свою самую главную лонговую позицию. То есть ваш там, будь то Exodus или леджер, неважно. Это ваш лонг 1x уже. Это ваш главный 1x лонг, если вы там держите крипту. Потому что его никак не ликвиднет. Если вы, конечно, не разбрасываетесь своей сеть фразой. Поэтому это надо понимать и держать основную позицию свою на холодном кошельке. Итак, что у нас происходит по битку сейчас? Похоже, что мы готовимся к сильному прострелу. И вот этот гигантский падающий клин, которым мы закончили в прошлое видео, имеет место быть? Посмотрите, мы действительно пробились из него. И RSI все еще рекордно перепродан на дневке и на недельке. Короче, биткоин может очень-очень сильно удивить до конца этого года. Напишите в комментарии свой прогноз биткоина до конца этого года. Осталось не так долго. Чуть более месяца. В общем, в двух словах, потенциал у этого всего просто огромный. Чтобы вы понимали, и у альткоинов тоже, и у тотала, у биткоина. Посмотрите сами, как долго мы падали. Как сильно мы можем вырасти к новым хаям. Какие это иксы. Посчитайте сами. И, ну, опять же, тут вопрос горизонтов планирования. Если вы готовы ждать и усреднять, вы будете в плюсе. Если вам нужно здесь сейчас, по-быстренькому, вы гарантированно будете в минусе в какой-то момент. Это закон рынка просто. Давайте глянем альты, которые зашевелились еще, кроме Dash. Да, по Dash что, я не знаю, я сказал. Нет, вот я отдалился. По Dash видно, что потенциал огромный. Поэтому, ну, локальные какие-то уровни искать можно, конечно. Надо посмотреть, как он себя сейчас поведет. Как он себя поведет и, ну, как бы запрыгнет ли на следующее плато или начнет консолидироваться здесь. Поэтому говорить рано. А вот по битку, кстати, интересная еще мысль была, которую я чуть не забыл вам озвучить. Смотрите, биток вот в этом локальном флете вернулся на 61, на 61,8 FIBO. Золотой карман. Посмотрите, как долго он на этом уровне стоял. И что сейчас произойдет? То есть он проваливался ниже пару раз, да, вот сильно отскакивал от 78-й. Или вообще вот начало канала. Или пробивался выше один раз еще только пока. Короче, интересный уровень по битку. Потому что, если вы хотите подтверждения аптренда, то это нужен пробой хотя бы 0,5 FIBO. Это 16,800. И в идеале 0,38 это 17. То есть уровень 16,800, 17 тысяч пробой. Это подтверждение аптренда. Соответственно, если мы проваливаемся ниже этой FIBO, а это вот уже буквально где мы сейчас, это 16,300, 16,400, то нас может ждать еще один полет вниз, соответственно, к 78-й FIBO. Или даже еще гораздо ниже, мы не знаем. Но так в целом альты выглядят бодро. Лайткоин, посмотрите, как держит. То есть они запампились и не сдуваются сразу. Может быть, конечно же, такая же фигня, как вот тут, что они запампились и сдуются, и потом еще сильнее запампятся. В общем, смотрим, реагируем. Трейдинг – это не про то, чтобы предугадывать, куда точно пойдет цена. Это просто мы выражаем свои предпочтения. А трейдинг – это про то, чтобы реагировать, быстро реагировать на то, куда пойдет цена. И понимать, что может быть еще и ложный пробой. Если цена начнет падать, это не значит, что она будет долго падать. Она может отскочить. Поэтому смотрим, торгуем аккуратно, торгуем на Байбите. Вступаем к нам в тележку обязательно. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Эфир Классик. Еще особо не шевелился, кстати. Обратите внимание, если он сейчас попрет, то он попрет конкретно, судя по его предыдущему поведению. Поэтому интересно, кстати, Классик. Смотрится. Очень он сильно подешевел. К тому же Дэшу, кстати. Так что я начал потихонечку рассматривать Эфир Классик. Как минимум, даже если вот в таком мы даунтренде, гляньте вот к этому сопротивлению, в район 35 долларов локально сходить очень даже возможно. Ну и как всегда, куча у бычих ончейн метрик, говорящих нам о том, что краткосрочные спекулянты выходят с рынка и долгосрочные ходлеры не продают. То есть разворот близко, и он может быть гораздо ближе, чем все думают. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. С вами был Гринни от Криптокомманс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем профитроли. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok